Игнатий Тихонович, вы ведете дневник. Рассчитываете ли вы на его прочтение другими людьми? Ведь многие писатели писали дневники, рассчитывая, что они будут читаемы. Или же вы пишете в стол? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Дневник веду уже более 45 лет. Вел его и в больницах, в тюрьмах, в лагерях. Пишу очень кратко, как было дело. Но так как пишу письма, то там подробно раскрываю происходящее или поучение. Теперь это выходит в книгах, в вопросах и в проповедях. У меня практически в стол ничего не уходит. Хотя раньше уходила друзьям, так как из дневника потом делаю выписки в нескольких экземплярах по просьбе друзей. Поучительно ли, полезно ли, дело покажет. В Библии многократно говорится, что грамотные люди вели записи. Такого слова дневник нет, но описывали так, как пишут в дневниках и на подобные описания ссылается апостол Павел. Паралипоменон 9.29. Деяния Раваамовы. Первые и последние описаны в записях Самея Пророка и Ады Прозорливца. Второе. Паралипоменон 22.19. И молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его, и беззакония его, и места, на которых он построил высоты и поставил изображения Астарта и Истуканов, прежде нежели смирился, описаны в записях Хазая. Первое Коринфянам 10.11. Все это происходило с нами как образы, а описано в наставлениях нам, достигшем последних веков. И если бы кто-то малышу сказал, что труп твой будет на обозрение проклят, вымочен в селитре и погрузится в кал, и разве палачам-то не урокли, вопила б за него родившая Мария, терзался бы ли я и плакал бы навзрыд, что дали бы, чтоб сглаз людских сокрыли, чтоб мавзолей треклятый был моментально срыд, И пусть бы не пророк, подобный Елисею, но проповедники, сомненно, искренний, горящий уголь сыпал от страха, полы сели бы, и волосы трещали, и вспыхивали искрами. Как не хватало животворных слов, чтоб выжечь вольнодумство, а не свободы. Одна семья и столько выродков, козлов, бесплодные, бесплодные деревья, одно гнил, еуроцы, все в прошлом веке, не найти могилу трубы матери, через отца не сыщешь. На площади расхристанной из Вавилона вилл ждет мясо из гулага, кровавой свежей пищи, родителям нести ответ за нежных деток, видите, к храму их со строгостью полезной. Псалмы молитвенно с любовью не пропеты, каких бы зол избегли и болезней, жизнь промелькнет быстрее, чем след кометы, и вечность распахнет из тьмы свои объятия. Все в прошлом, бывшее, что с радостью, отметим, и наша праведность, в каком предстанет платье. Знакомьте каждое рожденное дитя с Иисусом в яслях, с радостной Марией, так голубятни-голуби счастливые летят, с молитвой мы бескрылые на крыльях. Гиблейские примеры всех предупреждают купить премудрость Божию, спешить без Бога ад наполнился вождями. Вас участь вилла разве не страшит? 17 ноября 2005 года Игнатий Лапкин. Субтитры создавал DimaTorzok